Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить блюдо, которое подойдет к любому праздничному столу. А именно, мясные рулетики, фаршированные болгарским перцем. Это блюдо 100% понравится всем вашим гостям. Для приготовления данного блюда нам потребуется мясо. Можно любую часть, свинину, говядину брать. Но я возьму кореечку. Майонез домашний, перец болгарский, желательно разноцветный. Кетчуп, соль, черный перец молотый и зубочистки. Первым делом почистим перец. Перец мы почистили. Убираем пока его в сторонку. Далее нам нужно нарезать мясо на порционные куски, чтобы потом можно было отбить и завернуть перец, который мы порежем соломкой, в рулетик. Перец нам надо порезать полосочками. Ребрышки я удалил. И теперь нарезаем порционными кусками. Мясо мы будем все равно потом отбивать. Толщина где-то полсантиметра получается. Мясо мы порезали. Далее будем делать, чтобы не летели, нам нужно отбить его. Чтобы не летели брызги, я помещаю всегда кусочки мяса в пакет. Можно просто накрыть, но я как-то привык в пакетик это все дело вот так вот укладывать. И начинаем отбивать. Мясо мы отбили. Теперь надо разложить все на доску, чтобы нам было удобно солить, перчить. Так, сделаем. Если вы не любите жир, можно его обрезать. Но я предпочитаю с жирком. Все это дело солим. Перчим. Посолили, поперчили. Достали зубочистки. Далее берем один красный, один желтый. Можно зеленый, короче, разноцветный. И вот таким нехитрым способом закручиваем в рулет. Берем две зубочистки. И закрепляем. Ребята, можете сделать ниткой, но я думаю, вот этот самый простой способ. Из-за всех. И вот так, нехитрым способом. Все это дело заворачиваем. Можно одной, но я предпочитаю и двумя зубочистками скрепить. Если большие куски мяса, можно, соответственно, порезать напополам. Вот такая красота получается. Рецепт очень быстрый, а главное дело вкусный. Можно два-три перца. Будет только вкуснее. Смотрите, я делаю, если карбонату такое, я делаю, чтобы жир был сверху, потому что мы будем сейчас обжаривать, и лишний жир вытопится. Вот, друзья, вот такие у нас рулеты получаются. Далее нам надо обжарить их на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки, а далее будем запекать в духовке. Включаем сковородку, наливаем немножко растительного масла и добавляем в районе 70 грамм сливочное масло. Масло наше разогрелось и укладываем наши рулетики. И начинаем обжаривать с двух сторон, как я уже до этого говорил. Пришло время переворачивать наши рулеты. Вот так я делаю. Прокалываю и переворачиваю. И у нас ничего не разварилось. Все, обжариваем со второй стороны и выключаем газ. А тем временем, пока мясо наше обжаривается, приготовим соус, который будем заливать на наше мясо, когда будем запекать в духовке. Соус элементарный. Кетчуп и майонез. По желанию, можно добавить чеснок. Но сегодня я буду делать без чеснока. Все, ребята, готово. Не прошло и двух минут. Наша обжарилась. Укладываем в форму для запекания. Далее выливаем наше масло. И заливаем это дело нашим соусом. Вот такая красота у нас получилась. Отправляем в духовку на 20 минут. Отправили мы в духовку мясо. Как я и говорил, 20 минут при температуре 180 градусов. И оно будет уже вполне готово. Все, ждем, ребята. Так, друзья, вот такое блюдо у нас получилось. Сверху соус поджарился. Мясо готово полностью. Сейчас что делаем? Сервируем тарелку и будем дегустировать. Вот такое блюдо у нас получилось, ребята. Вообще просто бомба. Все, дегустация. Быстренько дегустируем. Ну что, друзья, продегустируем, что мы приготовили. Мясо сочнейшее просто. Это блюдо уходит в первую очередь, когда застолье, какой-то праздник. Всегда очень много готовлю его, и всегда ничего не остается. Ну ладно, ребята, готовьте такое блюдо. Любой праздник, любое застолье, все будут в восторге от ваших приготовлений. Лайк, дизлайк с вас. Все, друзья, всем счастливо, всем удачи, с наступающим Новым Годом вас и Рождеством.